Мы продолжаем наш эфир. Далее новости спорта. В студии Дмитрий Варановнен. Физкульт. Привет. Копилка стрелков Удмуртии постоянно пополняется наградами. В Ижевске продолжается чемпионат страны. В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров бронзу завоевала наша Полина Карелина. В командном турнире третьими стали Николай Килин, Андрей Чиликов и Данил Порошин, а также Лили Абашева, Алина Дюпина и Софья Соколова. А в Кирово-Чепецке стартовал чемпионат при Волжье по лыжным гонкам. Первые награды участники разыграли в коньковых гонках на 10 и 15 километров. Наши спортсмены остались без медалей. Анатолий Зайцев показал четвертый результат дня. Анна Вершинина 28-й. Впереди спринт свободным стилем, эстафеты и классические гонки. А в это время в Ижевске выявляли сильнейших участники дивизионального этапа чемпионата школьной лиги КС Баскет дивизиона Центр. Сколько команд участвовало, кто из них был в числе фаворитов и кому в итоге достались путевки на региональный этап. Мы сейчас расскажем. КС Баскет один из самых популярных спортивных проектов. За время его существования на баскетбольный паркет вышли тысячи мальчишек и девчонок. Вот и в этом году юбилейным в Удмуртии побит очередной рекорд. У нас только по республике примерно 500 команд, наверное, играет. У нас в Глазове каждая школа. Это 17 школ, 17 команд, мальчиков, 17 девочек, 3-4 команды. Вот на предварительном этапе городском играли. Действительно, мы в прошлом году дошли до суперфинала. В общем-то, надо сказать, что уровень баскетбола, особенно с каждым следующим этапом, он все выше и выше. И на суперфинале слабых команд уже вообще откровенно не было. Никита Воробьев сегодня на турнире в качестве судьи. Но во время учебы в школе он тоже принимал участие в школьной лиге. Говорит, это отличная возможность набраться опыта и повысить свое мастерство. Это незабываемые эмоции. Ну, их невозможно передать, их можно только испытать. Но это всегда волнение, мандраж в любой игре. Особенно, когда ты понимаешь, что сильный соперник. В первую очередь популяризация школьного баскетбола среди непрофессиональных игроков. Потому что все же Киос Баскет нацелен на то, чтобы было развитие баскетбола именно в школах. Поэтому, мне кажется, это самая главная цель. А также введение новых судейских кадров. Без группы поддержки не обойтись. Учителя, одноклассники, друзья в матче лиги стараются не пропускать. Вот и в этот раз баскетболистов Глазовской гимназии номер 8 приехали поддержать коллеги по спортивному цеху. Эта команда была одним из фаворитов дивизиона «Центр». Ну, в этом году команда немножко обновилась, конечно. Но посмотрим. Я думаю, что мы в этом году поборемся. Во-первых, сначала за выход в региональный финал. Хотелось бы пройти. И я, в принципе, надеюсь, что мы должны дойти дальше до суперфинала-то минимум. Старались и девчата 76-й женской школы. Им очень хотелось пробиться на региональный этап. Это была наша первая игра. Сыграли неплохо. Очень устали. Впереди еще две игры. Думаю, соберемся и покажем хороший результат. Победителями этого этапа стали девушки и юноши 8-й Глазовской гимназии. И они примут участие в региональном турнире «Кэсбаскет», который пройдет в Ижевске 3 марта. Хранитель истории спорта ижевчанин Дмитрий Щенин собрал коллекцию спортивной атрибутики. Именные свитера хоккеистов с автографами, шайбы, билеты на игры, программы матчи, значки и сувенирные медали. В общем, много интересного на выставке про хоккей. Активен, спортивен, подтянут. Он с удовольствием продолжает играть в хоккей, но уже на валенках. И болеть за свою любимую команду «Ижсталь». Болельщик со стажем, объездивший полстраны, еще оказывается и коллекционер Заядлый. Свои трофеи стал собирать в детстве с легкой руки отца. Когда с отцом начали ходить на матчи, это первые программки, где указывались пятерки, составы команд, соответственно, какие-то турнирные таблицы, какие-то сувенирные шайбы. Затем пополняться коллекция стала раритетными экспонатами. Вот перчатки Краги. Их в далеком 79-м подарил хоккеистами «Штали» маршал Советского Союза Дмитрий Устинов. Одни из них достались Сергею Абрамову – легенде удмуртского хоккея. Экспозиция представлена на выставке. Вот этот экспонат, на нем игровая сетка под 18-м номером, по которому он играл, и его живой автограф, он мне расписался на нем. Это его хоккейные перчатки фирмы «Купер» канадские. Это конец 70-х, 80-х годов. И, конечно, привлекает внимание выездная шляпа «Щенина». Весом она точно более 5 килограммов. На ней около 200 значков. Ноша тяжелая и ценная. А потому она уже в витрине. Вот у меня на хоккейные матчи выездные я ездил, вот она тоже тут представлена, у меня выездная шляпа, на которой я начинал на выездных матчах, покупал значки тех или иных клубов, да, начал их развешивать потихонечку, потихонечку. Сейчас она вокруг вся в значках, и она в определенный момент даже стала тяжелая очень. Она начала падать у меня за спиной, и я вшил туда в швы, там, между деревянной шпильки, чтобы она у меня не падала. И сейчас она действительно очень потяжелела. Еще один ценный сувенир, который пополнит его коллекцию, получил Дмитрий от коллеги Вероники Рябовой. Тоже с поклонницей хоккея. Что впечатлило? Начиная с 60-х, абсолютно все. Начиная с 60-х годов, фотографии наших знаменитых местных игроков, заканчивая игроками НХЛ. Абсолютно все. Коллекция будет пополняться, уверен Дмитрий Щенин. И о каждом экспонате он готов рассказывать часами на выставке. Надежды наши, лед общий. 5 февраля на стадионе «Зенит» стартует соревнование, ставшее уже традиционными и популярными и в России, и в Удмуртии. Лед надежды нашей. В программе стандартные дистанции длиною в 50 и 100 метров. Начало турнира в 11 часов утра. Регистрация уже началась. Заявиться можно и в день проведения турнира с 8.30 до 10.30 на Центральном республиканском стадионе. У кого нет своего инвентаря, будет бесплатно работать прокат коньков. Это все новости спорта на сегодня. Постоянно болейте, но только на спортивных аренах. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова